доброго всем времени суток с вами texer и неожиданно напала у нас новая игра moons of madness луна безумия вот буквально не знаю пару дней назад я на него облизывался думал она ну когда там выйдет еще в ноябре может она раз и вышла причем это не ранний доступа это 10 вполне себе такое игрушка будет как бы логическим продолжением нашей достать доставь нам луну то есть по сути тут тоже ходить нажимать рычаги и так далее но тут ужасы как вы видите уже хоррор на экране тентаклей хищно тянутся космонавта то есть она немножко в другом жанре но суть в принципе геймплея примерно похоже тут ну плюс еще придется видимо бегать от тентаклей но чем нет игрушка вышла сегодня в стиме нет не сегодня вчера для вас вчера наверное хотя я укачет сразу запишу наверное вы так же 22 числа короче она вышла стиме 400 рублей стоит как издатель фанком то есть это не не проект я бы сказал хотя делала студия я помню первый раз все такое вижу так что в целом должно быть неплохо я уже пощелкал настроечками соответственно поскольку на только что вышло я ее сам первый раз лицезрю я видел только от нее трейлер поэтому погнали постараюсь его выпускать тоже так по чаще как мы луну проходили как получится это так сказать пилотная у нас серия прямо сейчас сразу закинуть те кому особо не повезет смогут посмотреть его там в разрешении к этому нету выкладываю сразу в 360 самый быстрый смотрит 360 до текста будет много пробуждение чё фпс очка нормальный сама игра немножечко подергивает чё с производительностью да не нормально процессор не перегружу все хорошо так а чё у нас тут ой елки нихрян не вижу маяки смотрится понедельник 5 9 с днем рождения меня что сделать выключить разбрызгивать или кислородный генератор подиагностировать настроить биогейдж не знаю что такое биогейдж так дом 7,7 миллионов километров фобос деймос страх ужас спутники марса да мы на марсе почитать чё поюзать чё кухрен темно слушайте я ничего заюзать не могу я вот как есть такая ног у меня тоже видимо нет а нет рука есть странная рука там то ли вверх того силы человека на красном фоне и есть то живой игра на русский озвучен локализована только тексты и только субтитры озвучка не русская чудо дил проект какого дьявола а прибыль до прибытия некого сирана сирана 0 дней почти с точки панели обслуживание спутников проверка а то есть кто что должен сделать да хорошо ренина какая-то шахтный чемпион приведение нарисовано да фига тень взять фонарик фонарик хорошо спрат похож ну ладно так чё выключить включить кактусы смысле это я на него свечал он у меня они от этого вылючит ну пошли вот тут зелененькое горит горит уже какая-то срань по стенам ползет что это марс чё там такое она к ним подкрадывается что ли да вот так с места в карьер да все в тентаклях каких-то большие тентакли ну 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 таких прям стримеров не надо так а можно взять как не знаю дробай и сломано до словно чего-нибудь но хоть чего-нибудь елки к подушу я босиком по этому хожу я туда не пойду и туда не пойду иду прямо здравствуй оранжевая монтировка добавьте инвентарь я так понимаю теперь могу пойти тут дверь открыть отпереть да могу а чё за шрам такой на руке странный тоже две луны как бы совмещенные вон на правой руке видите а ладно от всей души надеюсь что моя монтировка будет служить оружием визите два круга видите нарисованными на руке такой же давай задувай свечи фонарь я все брошу как буду сдавать спортзал тортик две свечи кому-то два годика исполнилось но день рождения давить шарики висят а дня рождения меня до двухлетнего доилл господи что это было а это был кошмарик ого подъем на рот все живы я чуть кофе не пробил боже мой надо проверить показания приборов но может было наше самое сильное марсотрясение стандартная процедура newhart если есть какие-нибудь критические повреждения на базе дай знать понял не вопрос доктор варбер ван бёрн вы поможете мне подготовить что-то там нужно прочитать деклант она связана знаешь любую проблему системы скажи есть капитан переключительно закрытую частоту деклант не хоть болтом не конец связи пара на частный канал ну та же проблема что из достань на муну очень быстро пробегают титры но надеюсь я буду что-то успевать так поднять поднять радикально там смятое одеяло валяется тут ничего нету конка понятно оценка возможных опасных движений повреждений из-за незначительной сейсмической активности лучшее начало дня прелестно но мне так говорили полностью соответствует надпись то есть то же самое самое что проснувшись на кошмаре видел выиграв шахматы я 2 делом 4 деклант вернее так осмотреть я не могу отойти пока держу его в руках не могу но булыжник марса здорово я усмотрел да приводится но и счастье так закрыть тоже не могу читать налоги почитаем так дорогой папа зачеркнуто меня такое в чем признаться я хочу зачеркнуто привет я начинаю письмо уже седьмой раз и наверное еще несколько раз его перепишу спешить меня куда отправить его смогу еще не скоро будут часто зачеркнута короче я не в антарктиде антарктической экспедиции не существует а если существует то я в ней не участвую мне просто отправиться немного дальше я на марсе я надеюсь что сможешь зачеркнуто простить меня я тебя не просто как обманываю компания очень серьезно относится к секретности мне удивлюсь если это письмо мне разрешают отправить уже после возвращения да и то не сразу я что знал правду узнал правду от меня я хочу чтобы ты знал что я люблю тебя на самом деле я хочу тебе сказать все не дописал видимо он пишет его долго во много приемов таки еще каме один посмотрим нет кружку посмотрим удачи там спорт меня зовут спорт ну ладно перевернуть надо было выучить наконец 05 на 9 видимо это мой я не знаю это зависело от того куда я смотрю или нет это мой пароль 0509 да да а это мой пропуск нормально первый уровень секретности да или что уровень первой базы или что вообще читать обстоятельно ответственно окончательно корпорация ручей и начальник компании не правят миром это мир правит нами мы обещаем вам что наши продукты и услуги всегда будут соответственно мировым изменением и мы стремимся в будущее вместе ну понятно рекламный проспект да возьмите его в карман так а вот непривычно точки интерес в разные стороны листов надо ползти прицел чтобы они могли закрыть страны чтобы разные действия с временам произвести так ладно ничего комп 0509 да а вот так управлению я сейчас двигаю это дело не мышкой ничего я делаю двигаю вас там кстати на приставках это дело выйдет только следующем году а подтверждаю мышкой вот по имя этих разработок так почта всем сотрудникам внимание на завтра запланировано очередное обновление системы безопасности запишите запомните новый код иначе вы не сможете выйти из своих комнат ну видимо я сейчас запомнил 0509 надеюсь я не забуду его так программирование солнечных батарей доброе утро дружок уилках с бесконечной благости позволил тебе сегодня выспаться но это значит что доктор ван бюрэн отправился на посадочную площадку сера но будем разбираться с управлением когда он вернется я знаю что лукас немного повозился с кодом биокомпа так что сначала свяжись с ним как у них биоэлектроника развита к тому же у тебя будет шанс тридцать с доктором немного поболтать предвижу появление жутких киборгов привет деклам указание платки по солнечной батареи не подтверждаются я запускал диагностику несколько раз все было в порядке это похоже входит у нас привычку пора решить вопрос с управлением даже для этого потребуется какой-то долгий обходной путь все равно будет удобнее чем постоянно использовать запасные аккумуляторы обновление соглашения о неразглашении с мантикорой доктор ньюхарт ой я доктор написан инженер ваше соглашение разглашения были внесены на изменения пожалуйста водите в систему при первой возможности ваше согласие простая формальность изменения уже вступили в силу ну да так оно и бывает миссия инвиктус исследование микробной жизни на марсе закон парности захватывающая концепция когда мы обнаруживаем один пример явления это аномалия но с учетом гигантских размеров вселенной второй пример это уже признак того что явлений гораздо больше миллионы миллиарды триллионы на данный момент мы точно знаем что жизнь существует только на земле аномалия нам нужно найти второй подобный случай подойдет любая жизнь даже примитивные инопланетные микробы даже камень окаменелости микробной жизни которые мертвы уже миллиарды лет всего одно открытие разве развернет перед нами вселенную наполненную жизнью все что нам нужно сделать это найти второй пример и открыть дверь открыть дверь ладно подтвердил подтвердился допуск и наконец-то могу открыть дверь дверь отблокирована а я прям в отделе встал что ну черт знает наверно наверно мешок мусора тарелочка с еду и такой срачок да я не отражаю в зеркале как обычно чем-то напоминает alien isolation да так и она тоже зеркале по мне отражался одеться то можно ну дайте одену ботиночки есть так погнали утренняя процедура витает надпись какая-то обгрызенная почему-то наверно в вашу карида но остальной экипаж подметает посадочную площадку а доктор волков условию по всему закопал из своей биокультуры так что означает что вся база в твоем распоряжении а ты где я вновь отправился раздвигать границы неведомого сидя на дежурстве у пудниковой тарелки но и оставаясь на связи это в конце концов моя работа вроде как но я бы сказал тут гораздо лучше каюту да тут контрольные точки то есть серии будут заканчиваться и у меня в контрольных точках ну все как на луне не могу прочитать нечитабельная записка тут лежал фонарик я помню больше фонарик не лежит не видать мне фонарика написано ну в общем то же самое только двух кругов этих чертовых нет не используйте постоянный маркер на стираемой доске логично тут что-то проведено этого приведения то нет что-то проведено так я оттуда вышел да закрыто нет я не оттуда вышел так чашечки стоят а куда мне тут написано что-то шнур питания зажеван что-то такое и на один из твоих пришельцев потерял так ракета взаимодействовать космонавты высыпались да развлечение для идиотов все больше нельзя вон четыре штучки валяется космонавта да надеюсь это не предсказание нашего будущего почему все закрыты я в конце концов сотрудник или нет какой-то закуток на марсе что наверно отлить заходит так ладно короче так понимаю то что о куб блин фобус или деймос кто-то из них висит такие бы базы строить да вот тот же take on mars игра была бы с такой графикой как было здорово что такое читать протокол безопасно добро пожаловать в команду все члены команды и сотрудники мантикора орочи обязанствовать протокол безопасности не пытаясь получить доступ к зонам или оборудованию в общем это инструкция по безопасности не буду я читать это скучно это типовая инструкция безопасности не имеющая отношения к игре таких в жизни полно ну просто типа атмосферу создать наверное да уныние и бюрократия а что за черт эй что за фигня с освещением эээ да странные списки мощности после каждой подключенной батареи эээ держись покрепче пока я буду делать для тебя твою работу точно выпей кофе нет правда расслабься что тут под нас равно как-то нет все нормально но это не тентакль это шланг ох какой зал красивый сезон на марс блин это офигительно вот сидеть-то пить кофе и сварить на марс что это а это завтраки молоком заливают дайте нет так кончается черный ну как черный кофе сильно прожарки что за шуточки про ведьм моя работа нравится нарисовал вчера вечером мы все встали до чертиков друг у друга в печенках сидим а ты спрашиваешь нравится ли мне шуточки про коллективную паранойю ладно убедил в следующий раз напомню чтобы я не трогал тебя пока ты не выпьешь кофе если ты нашел кофе виноваты ведьмы вини ведьм скорее а я со сливками люблю ну ладно понял а выйти а сверху поставить хорошо пока держу кружку я ничего не могу делать о фонарик список задач на биокомпе на день должен был обновиться проверяя я тебя услышал амм чёрт что такое я куда-то засунул свой биокомп на барслейч посмотрел джози просил эти передачи увидел твой гаджет в лаборатории прямо сейчас сходи и забери его кстати о комфорте жизнь долаживается я починил дверь в лабораторию ну чё эта штука не пропадет ладно я еще тут не осмотрелся так что у нас на завтрак овсянка с пряностями яичница с беконом нелегкий выбор яичница с беконом отлично употребить в таком виде чё-то печально вроде не космический корабль да а жевать какую-то фига тень ладно поел будем посчитать чё тут ещё хорошего хелп снизу так не уберётся всё убрался я пробежался вперёд несколько шагов он убрался вот чё-то лежит давай юзайся монтикора фирменный бланк орочи значит оно официальное фотография на новый пропуск ждёт вашего одобрения капитана вылкакс администрация а неплохо выглядит делопор одобрено кто в день делопор чёрт узнает книжки а это учебники ну не учебники а технические книжки вентиляционные системы матрёшки это намекает что на базе есть злые русские которые во всём виноваты они всегда везут с собой матрёшки везде и всегда Лукас вытирай оборудование после использования подпись все так болин таким почерком кто хочет заняться в группе медитации йогой дайте мне знать Лукас ага тебя тут не любят Лукас хрен о себе что такое я бы сказал это не душ да research lab нам туда там лежит наш гаджет рекрум а recreation room каюты лаба нам в лаба да блин как всё засорно смотрите тут свиньи живут так теплица больница лаба бред какой-то у меня что дежавю дверь заклинило точно так же как у меня во сне ладно это не важно но странно ты просто забыл последние три раза когда вот напичкан электроник в консервной банке что-то выходило из строя ну ладно тут где-то монтировка шкаф уже открыт но лежит так же ага я тоже офигение замер так сон видимо был вещей ой шрамы руки так же у него есть в жизни как во сне и титк сила темно и страшно а свет будет так где там мой био комп сканировать для подключения у меня комп нужен чтобы сканировать пейджер перевернуть сбросить ну конечно теперь еще сказать чем будем нажать в инвентарь в инвентарь Деклан я нашел био комп но он не включается нужно перезагрузить найдешь что мелкое и тонкое сдержанная ручка подойдет Ага, теперь все работает. Отлично, теперь можешь просканировать сервер с помощью биокомпа. Передупустить систему безопасности, сканировать для подключения к серверам. Кого сканировали-то елки? А, у инвентаря есть. Не густо, ладно. Сервер, сервер, вот там что-то можно сканировать. Блин, я и туда хочу, давай сначала сюда. Включить. Так. Система неисправна, перезагрузите систему, да. Произошла рассинхронизация солнечных батарей. Уровень энергии ниже нормы. Рекомендуется ручная перезагрузка. Марс трясение, вероятно, расшатало панели. Это постоянно проблема. Мне придется настроить солнечные панели вручную. Дайте угадаю, это камень. Что хотели сказать разрабы? Пистолет нет. Что хотели сказать разрабы? Непонятно. А, вот еще один протокол безопасности, смотрите. Один в один. Ну, давайте я нажму еще на нее прочитать. Да, это точно такая же бумажка, как в коридоре лежала. Бюрократизмус. Так. Что тут еще? Я понимаю, что куда-то надо идти. Ну, это все интересно. А, читать. Дополнительный журнал текущего исследования образцов в поисках доказательства существования микробной жизни на планете Марс. Закон пар... Это я читал. Про закон парности, что надо найти окаменелых микробов. Образцы из зон проанализированы. Никаких признаков микробных окаменелостей. Ага. Образцы из зон таких-то проанализированы. В дренних породах обнаружены органические молекулы. Это предшественники и кирпичи для построения живых существ. Хотя еще и доказательства существования микроорганизмов. Образцы из зон таких-то проанализированы. Никаких признаков микробных окаменелостей. Блин. Какое увлекательное чтение. Образцы из зон таких-то проанализированы. Никаких признаков микробных окаменелостей. Я читаю одинаково. Там только номера зон меняются. Но я их просто не читаю. А все дальше не листается. Образцы из зон таких-то проанализированы. Никаких признаков микробных окаменелостей. Деклан говорит, что нашло перспективное место примерно в 36 километрах к востоку от базы. Надо послать его туда за следующим набором образцов. Что-то как-то с текстами они тут прям фанатеют. Булыжники я не буду смотреть, не булыжники. На вид другое что-то. Лукас. Центр управления хочет, чтобы вы произвели расчеты для потенциального полета к двум лунам. Учите логистику и варианты запуска миссии с Земли и с Марса. Выполните некоторые приблизительные расчеты для обоих проектов. Это задача первостепенной важности. Кроме того, обратите внимание на лунные орбиты. Фобус должен быть на расстоянии в столько-то мусиатских диаметрах с периодом вращения столько часов. А ДМС столько-то диаметра и столько-то часов. Но Центр управления сообщил, что они стали вращаться значительно ближе и быстрее. Возможно это какой-то сбой. Жду результатов. То есть пунники Марса стали крутиться быстрее. Круто. А что за фигня лежит? Глаза какие-то. Ну откуда тут глаза взяться? Так. Аирлок. Инфирмарина. Шлюз больницы. Опачки. Чего? А, ну это скафандр, наверное. Или протез. Блин, а это или протез или нога андроида, да? Да. Круто. Тут водятся андроиды. Каюты. Это как он называется-то? Зеленый экран-то. Хромакей. Камера. Антарктическая пленка. Постепенно возникает картинка. Внутренний пост Антарктика. З-17 день. Пост Антарктика. Инженерная зона для обзорного окна. Ледяной склон и чистое небо. Команда стоит. Команда. Привет с Южного полюса. Вылкокс. Говорит капитан Джози Вылкокс. Поста Антарктика. З-17. Мы тут тестируем условия роста растений. В самой холодной точке Земли. То есть, они вводят за нос, ну не знаю, там, общественность, там, кого-то еще. То есть, делают вид, что они в Антарктике. Снаружи есть заклинника. Ну, короче, это сценарий. Что вот там пингвины. Сейчас пингвину в брачный сезон. Так что у нас тут буквально ни дня без нового гостя не проходит. Вот тут приятель антарктический пингвин. Хотя он пока неплохо себя чувствует. Его ареал обитания сокращается. Фабрика и все так. Ну, короче, они грузят лапшой кого-то. Снимая видео, как будто они на антарктической станции. Как он отцу и писал. Инвиктус. Что такое Инвиктус? Грубо порочит. Грубо себя вилет о беспрецедентном подвиге науки и человечества. Добро пожаловать на Инвиктус. Первая долгосрочная земная станция на Марсе в рамках проекта Инвиктус. Будет готова к запуску в самом ближайшем будущем. А они уже тут. И мы знаем, что у вас есть вопросы. Ну, это рекламный проект. Почему частные космические путешествия? Для чего исследовать звезды? Что такое Орочи Групп? В крупнейшем мире транскор. Ну, это рекламный проспект. Договоры разглашения. Это действительно всерьез договора о неразглашении. Такой нудненький, хороший такой. Как он должен быть? Нет, я уже не раз оттолбут осилил и хватит. Ладно. Даже главный герой не хочет читать. Минералогический анализ марсианской почвы и пород. Спектрометром антикор использовался при анализе образцов. Ох, елки, тут список этого всяких. Всякой химии страшный. Это описание того, как работает спектрометр. И описание такое прям, ну, серьезное. Это именно описание прибора. Они, по-моему, переборщили. То есть, понятно, что достоверность, все дела. Так, я круг описал, да? Так, мне нужен шлюз. Там был шлюз. Давайте наверх, может, сходим. Интересно же. Обзор, да? Ага, панорама. Что такое? Не могу. Они тут сидят. Пьют соки. Законы физики. Что-то едят. Ну, прикольно. Так сидишь в креслеце, посмотришь на марсианский пейзаж. Здорово уж. Давайте-ка там круга ля дадим. Живописно посмотреть. Как красота. Но, take on Mars 2. Не готовится к выходу. Было бы здорово такую станцию построить, а. Так. Space-инженеры, ждите меня. Я все-таки когда-нибудь доберусь до вас. Видимо, долгими зимними вечерами. Потому что, блин, это красиво. Touchstone. Что-то знакомое название Touchstone. Не знаю, что такое. Кто знает, напишите. Интересно. Touchstone. Блин. Так, ладно. Ноги в руки. Что-то такое непонятное. Ну, тут тоже что-то сидел. В общем, они здесь тусят. Уютненько, хорошо. Пульт чего-то. От кондиционера, небось. Так, ладно, пошли вниз. Все, надо делом заниматься. Ох ты какое. Посмотрите на это. Оно шевелится, блин. И еще матрешки. Больше матрешек. Ёлки. Оно реально живое, что ли? Или это пугалка? Вот это тоже хорошо. Ну, вот это инопланетно выглядит. И мне не нравится, что шевелится. Но как-то он так в открытую стоит. Ладно. Так, это я еще читал. Жилые. Айрлок. Все, пошли. Видите? Тут скопом написано, куда идти. Туда медицинский прям айрлок. А тут вернуться в ресерч. Ну ладно, погнали. Шлюз. Ааа. Да? А как? А вот это могу. Серьезно? Если я уже в скафандре, почему у меня голые руки были? Ну будем считать, что это так он одевает скафандр. Биокомп, фонарик. Ладно. Так, что еще тут есть? Нажать, нажать. Аручу в скафандре. О как. И биокомп поверх одет. Марс. Марс, 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 марс. Здорово. Красотища-то какая. И сохраняшечка. Ну что ж. Прошло полчаса, господа. Я думаю, пора. Ставим лайки. Ставим дизлайки. Что-нибудь пишем. На этом всего хорошего. И до следующей серии. Субтитры создавал DimaTorzok